Девушки отдыхают Девушка приподнять Приподнять Приподнимем хефица Приподнимем хефица однако Да Это же святое взять и приподнять хефица Ой блин Приподнят и хефица даже так сексуально Ой блин Сейчас сядем с тобой как два педика Педик и медик Педик и медик Твоя сяя Один медик Добой колдун Один медик Другой педик Сейчас посмотрим Ножечки убрать Помню твои заветы Да Ибо не хуй Я не понимаю в камерах Но она была стремная Сама камера просто старая И картинка на ней хуже чем на моем фотоаппарате Но зато он дает возможность Смотреть в этом самом Как же его в ноутбуке Что происходит и не скакать вот так Сейчас посмотрим Удовлетворительный меню Такое меню Такое меню Хэллоу Хэллоу Так давай посмотрим Абракадабра Мистер Мистера в Травлолу Ты тоже насмотрел все этого самого Да ужас просто Это шизофрения Откопали Такая тяжелая мозговая ком Что вообще я Что то с чем то и с кем то Вот я всю жизнь, понимаешь, я ведь Хиля знаю с детства. Ну, как знаю, как зритель знает актера. Бывает, да, смеется. Я же, кстати, я ему вручал торжественно аппарат «Витязь». Меня специально возили в Питер, чтобы я Хилю вручил аппарат «Витязь». Да, все было. Так вот я его, как певца, всегда терпеть не мог. Знаешь, за что? За натужный оптимизм. А, ну, наверное. Тебя видно хорошо. Ну, так если вы сами... А меня и не обязательно. А нас никого не будет видно, потому что я вот так вот его прикрою. Надо было, чтобы нас было слышно. А-а-а-а. А-а-а. То есть она могла мешать чашке, почему-то. Мы можем откинуть. Откинуться от хозяева, да? Да. Так, поближе к химфицу. Поближе. Поближе к заднице. Поближе к заднице своей передницей. Бандира Росса, план Барбаросса. Да, конечно. Так. Так. Рыды, как раз. Касаешься, как раз? Давненько у нас в красномаечке он не был. Да. Давненько в красном. Мне кажется, что я туда не войду. Надо будет выше поднимать. А я по камере смотрю, что надо будет здесь поднимать. Вер? Вот чем хороша та видеокамера, да? Я там видел, что происходит. Она все время какую-то холодную гелу танцует. Рядом с химфицем сидеть просто уморительно. Ты так по себе плохо думаешь, рога себе нарисовываешь. Лучше себя нарисовать, рога, чем тебе другие нарисуют. А это точно. Да. Ну-ка, снись. Понятно. Так, мы сейчас попробуем вот сюда его поставить. Нет, это сильно далеко, мне кажется. Мы же увидим с тобой поворот. Нет, ну поворот нет, понятно, что увидим. Но какой-то он будет в итоге звук. Он же показывает, какой-то звук. Да, это понятно. Но ты говоришь тихо, вот обрати внимание. Я говорю, смотри, ты что-нибудь скажи. Один, два, три, четыре, пять. Видишь, как мало? Мало. Давай сюда поставим. Это, мне кажется, оптимальный будет. Возможно. Потому что я говорю громче тебя, потому что смотри, я спокойно говорю, у меня будет более звучание. Но я же буду говорить вот так, когда мы будем с тобой писать. Вот так. И мне это нравится больше. Ну и все. Так вы же, что тут просто тебе надо будет говорить вот так, как ты говорила, а мне чуть громче. Потому что я тебя особо находил. Хорошо. Замечай, так вот и сделаю. Так. От ее к стеночке. Вот, вот, вот. Во, во, во. Ой. Ой. Две жидовские морды. Ой. Две мордовские жиды. Ой. Да, и тогда, наверное, чешки спокойно. Ой. Какой я умный. Это я придумал. Я же еще после разы не приносил. Да. Да, я принес гондон. Так что мы с Хефицем в этот раз с гондоном. А это что такое? Это гондон для моего рука? А зафин. На всякий случай. Я раньше с ним пользовался, а потом что-то перестал. Понятно. А ты знаешь, хоть я вообще в принципе гондонами не пользуюсь, поэтому, наверное, я и забыл про ноутбучный гондон. Перестал. Все, при том, ты не забывай, что нас с тобой, знаете, тут. Вот в это, конечно, да. Нельзя смотреть в ноутбук. В ноутбук можно, наверное, подглядывать. Как будто ты сам себе не нравился. Да. Ну, типа, смотреть нельзя. Смотреть не надо. Вдувать ли в попули, вдове матроса, в начале кросса, сынишки босса. Привет, бля. Привет, бля. Еще бы я не сам придумал. Давно. Много лет назад. Еще пацанов покойных охотал. Извращиваться. Да. А там же начинается авантипопули. А я говорю, вдувать ли в попули. Тоже, да. Я помню, мы тоже в школе любили переделать все возможные песни. Да, песни по-разному. Только гимн Советского Союза не переделывали. А вот ты знаешь, он же у меня написан, переделанный гимн Российской Федерации. Ну как скажи. Я не помню. Жалко. Это же надо тебе издумать. Это часть альбома «Хулиганцы». Ой, надо записать. Знаешь, что случилось, ты же тебе не рассказывал. Нет. Говорю, вот я такой-то, такой-то. У меня есть текст. Они говорят, пришлите. Я прислал. Они говорят, во-первых, мы вовсе не политическая группа, как о нас думают. А во-вторых, мы думаем о нашей родине совсем не так, как вы. Как чипор, я тебе говорю. Да, да, да. У меня единственное сейчас мущество, что как у нас батарейка не щелось, чтобы мы это заметили вовремя. Какая батарейка? На вотбуке. В камере? На вотбуке. Так ты включи его в сеть. А здесь нету розетки отлично, от того места, где мы сидели. Ну как нету? Протянем? Не протянем. Так, сиди, не дергайся, потому что чем дольше мы дергайся, мне больше сжирается батарейка. Ну, странно, хорошо. Но это же риск, а вдруг не будет? Да, риск. Будем надеяться, что не будет. Дай пересядем, Андрюш, розетки. Давай попишем. Давай попишем. Мы можем записать сейчас разговор здесь, потом пересесть. Хорошо. Вот. Давай попробуем. Давай попробуем. Ты готов? Я готов. Давай. Давай. Ну, мой дорогой, доброе утро. Доброе утро. У нас опять воскресенье. Сегодня у нас 14 число, и на улице почему-то холодно, вроде половину уже весны прошло. Март в Подмосковье, зимний месяц. Так что все нормально. Понятно. Ну, вот, собственно, ваше здоровье. Будьте все счастливы. У нас прекрасный зеленый человек. Субтитры создавал DimaTorzok